Всем привет, с вами я Роман и вот у меня на обзоре очередная модель, на этот раз из моей коллекции. Эту модель я решил обменять, поэтому завтра у меня ее уже не будет, поэтому я решил вот для вас снять такой вот очередной экспресс-обзор. Это модель довольно известного самолета, но сама по себе модель именно малоизвестная. Объясню почему. Это Avro Lancaster в 72 масштабе от фирмы Nova, перепак Фрога. В, скажем так, моделисты со стажем рассказывали мне неоднократно, что еще в советское время об этой модели ходили мифы, точнее не мифы, а такие, знаете, споры о том, действительно ли эта модель существует или нет, потому что в продажу она попадала в очень малых количествах, достать ее было практически невозможно. Ну и все уже на тот момент моделисты довольно сильно привыкли к Lancaster в 96 масштабе от той же самой Nova. Самое интересное, что Lancaster в 72 масштабе под маркой Nova никогда не выпускался, хоть это и фроговские пресс-формы, хоть он и имеет обозначение по каталогу именно фроговскому, но коробки на него нововские никогда не печатались и декали на этот самолет я тоже никогда не видел. То есть это модель от ТАШ-игрушки, коробки ТАШ-игрушки, я не знаю, вообще встречаются ли в природе сейчас или нет. Ну, в общем, кому интересно, залезьте в интернет, почитайте, как бы очень много интересного про этот самолет прочтете. Опять же, споры по поводу этого самолета продолжаются до сих пор. Одни рассказывают, что этот самолет жуткий, там не копийный вообще никакой, другие, наоборот, рассказывают, что он идеально ложится в чертежи. Одни рассказывают про его хреновое качество, другие говорят, что это вообще просто, не знаю, лучший Lancaster из всех. Ну, опять же, каждый останется при своем мнении. Моя задача показать вам этот набор. Итак, начнем по традиции с инструкции. Инструкция напечатана на такой, знаете, что-то вроде папиросной бумаги. Спереди мы видим, вот, на ней написано, Министерство легкой промышленности УССР, фабрика ТАШ-игрушка, самолет Lancaster, никакого описания, ничего, только меры предосторожности указаны, клей, которым склеивать эту модель, вот номер по каталогу F-215, ну и масштаб 72. И сзади, вместо схемы расположения деталей на литниках, дан перечень деталей с их номерами на самих рамках. Ну и вот такая вот инструкция по сборке, которая полностью, по сути, копирует флаговскую инструкцию. Инструкция отпечатана на формате где-то А3, может быть чуть-чуть больше, ну, в общем, видим, какая тут инструкция. Самое удивительное, отпечатана она для тех лет, и для Советского Союза, точнее, как для инструкции, отпечатанной в Советском Союзе, она отпечатана очень качественно, что немаловажно. Вторая позиция в этой модели, которая меня действительно радует, это очень качественно отлитое стекло, качественно, как для советских моделей, то есть вот, что вам было видно, очень хорошо пролиты переплеты, да, присутствуют местами мелкие облой, но критичного ничего нету, да, мы видим, что пластик пожелтел, но он до сих пор остается абсолютно прозрачным. То есть, я думаю, после купания этого пластика в футуре, ну, после свечения купания этого стекла в футуре, он будет вполне себе, как бы-то правильно сказать, ну, вполне еще пригодным, скажем так. Вот так вот это все у нас выглядит. Следующим делом мы посмотрим на литник. Видим здесь гондолы двигателей, также элементы оперения, как видим, они сделаны подвижными, ну, как практически на всех крупных моделях от Фрога. Также вот видим створки бомбоотсека и половинка бомбы Толбой. Опять же, что это за бомба, как она подвижилась под ланкастер и так далее, вы можете поискать на просторах интернета. Также вот видим элементы хвостового оперения, вот шайбы хвоста, шайбы киля. Ну, в общем, вот так вот. Видим, что из самих дефектов литья каких-то там жестких утяжин, смещений пресс-форм нету, но присутствует просто какой-то, я не знаю, невменяемый колоссальный облой. Расшивка на модели, как можем... Ой, блин, как можем видеть, внешняя, но очень тоненькая, в принципе, качественно очень сделанная. Так, следующий литник. Это у нас практически такой же литник с такими же элементами. Все практически то же самое дано, за счетом того, что здесь присутствуют... Ну, как это правильно сказать? Ну, короче, элементы самих стрелковых башен, которые присутствуют на самолете. Так, переходим к третьему уже по порядку литнику. Здесь у нас, судя по всему, должны были находиться пропеллеры. И также вот видим, находятся нижние части крыла и левая половина фюзеляжа. Видим, что тут присутствуют утяжины в некоторых местах. И также присутствует вот такой вот непонятный какой-то, как это правильно назвать, но, в общем, такой вот трипер присутствует на поверхности модели. То есть, видно, пресс-форма была испорчена и даже после этого на ней продолжали лить модель. То есть, вот такие вот дефекты тут есть. Ну, опять же, видим внешняя расшивка, очень тоненькая. Все, в принципе, довольно неплохо, учитывая возраст самой модели. Так, ну и последний литник у нас это правая половина фюзеляжа плюс верхней части крыльев. Также видим, здесь отвалились пропеллеры. Практически все эти же самые, вот видим, дефекты присутствуют. Точно так же, вот видим, есть утяжины. Ну, и вот такие же вот дефекты самой пресс-формы присутствуют вот на половинке фюзеляжа. Вот даже на ноготь очень хорошо ощущаются. Внутри никакой проработки в фюзеляже, как видим, нет. Ну, в общем, модель бедная. Хотя, чего хотеть, это модель, которая выпускалась еще, чтобы не соврать, где-то, наверное, до начала 90-х ходов с середины 60-х, что-то мне так кажется. Ну, и вот тут в самой модели присутствуют детали россыпью. Вот, это непосредственно сами пропеллеры, видим, лежат. Тут некоторые лопасти на них пообломались. Вот, и один пропеллер у нас, как видим, тут вообще, по-моему, лишний находится. Ну, да ладно, это не суть, важно. Также видим, вот некоторые детали с летничков подпадали. Ну, в общем, модель комплектная. Скоро она попадет в руки к моему товарищу Игорю, и он уже будет наслаждаться сборкой этой модели. Что могу сказать? В качестве, скажем так, приобретения, как скажем, вложения средств на дальнюю перспективу, то есть, чтобы потом эту модель когда-нибудь перепродать, я думаю, покупать эту модель стоит. Если будете собирать сами, ну, я не знаю, тут уже на свой страх и риск. Ну, или если вы просто хотите поностальгировать, то тогда берите. Но, опять же, ностальгия получится не дешевая, эти модели довольно дорогие, встречаются они сейчас уже на интернет-аукционах довольно нечасто. Вот. Покупать, не покупать, решайте сами. Ну, а на этом будем заканчивать. Заканчивать. Спасибо, что смотрели мой ролик. Делитесь им, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании под роликом. Всем удачи, всем пока.